МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...отношения с внешними партнерами и даже о личной жизни. Круп тем был настолько широк, что в течение нескольких минут невозможно затронуть каждую. Мой коллега Вадим Щеглов о главных вопросах и самых важных ответах. В зале Национальной библиотеки ни одного свободного места. Более 350 журналистов из 285 не только белорусских, но и зарубежных СМИ. Лишнее подтверждение максимально открытого формата пресс-конференции. Общение с журналистами глава государства начал весьма неожиданно. Президент стал отвечать на вопросы, которые появились накануне сразу на нескольких интернет-ресурсах. Получил последний обзор средств массовой информации. Пока вы надумаете задавать вопросы, на некоторые ответить, которые в средствах массовой информации различного толка якобы хотели направить президенту. Едва начавшись, мероприятие попало в мировые тренды Твиттера, заняв пятую строчку из десяти наиболее обсуждаемых тем. Это значит, что каждый час около 20 тысяч человек комментировали или цитировали ответы белорусского лидера. После этого уже вопросы от журналистов, присутствующих в зале. Президента вполне логично просят подвести итоги минувшего года. Лукашенко начинает с экономики. Реальные доходы граждан выросли на 20%, промышленность прибавила на 8%. Во внешнеторговом балансе впервые за долгие годы удалось выйти на устойчивый плюс. В общем, стабилизировались, резюмирует Лукашенко. Еще один вопрос – отношения с Россией и Казахстаном. ЕЭП, ВТО и прочее – это пока что урезанные экономические отношения. Урезанные в экономическом отношении союзы. Нам в ЕЭП еще до 2015 года, пока появится этот союз, экономический союз, как мы его будем называть, вместо ЕЭП, нам еще надо пройти очень длинную дорогу. И если мы ее пройдем, то мы в экономике Евразийского экономического союза не достигнем того уровня сотрудничества в экономике, которая существует у нас в союзном государстве. Но ведь в союзном государстве мы и по правам человека, и по военным направлениям, и по сотрудничеству МИДов и так далее, мы продвинулись и создали вообще, как в одном едином государстве, целостные системы. И тут же еще один вопрос экономического характера. Лукашенко спросили о стабильности белорусского рубля. Его курс и дальше будет формировать исключительно рынок. Впрочем, ответ на этот вопрос не исчерпал тему. Президента продолжали спрашивать и об автономии Национального банка. И что будет с экономикой в 2013-м? Достаточно ли у государства средств, чтобы выполнить обязательства по внешнему долгу? В 2013-м только МВФ. Беларусь должна выплатить полтора миллиарда долларов. Три миллиарда, председатель Национального банка мне доложила, мы уже сегодня эти деньги видим. Нам миллиард надо найти за этот год. При ВВП я всегда по паритету покупательских способностей считаю, это до 75 миллиардов долларов. Я думаю, один миллиард мы найдем. Но надо иметь в виду, что мы ведь можем договориться об отсрочке выплат и так далее и тому подобное. А полтора миллиарда МВФ, о которых вы говорите, они уже запланированы, они есть к выплатам. И страна у нас не рухнет от выплаты этих внешних долгов. Не рухнет. Дальше будет, конечно, легче. Там пару миллиардов в год нам надо будет выплатить. А вот это действительно пик. Мы его просчитываем. Мы видим, как его пройти. Отдельная тема отношения с соседями и с партнерами по СНГ. Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Журналисты поинтересовались так называемым грузинским вопросом. Официально Тбилиси покинул СНГ. Но президент Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить с руководством Грузии возможность ее возвращения в Содружество в том или ином формате. Говорил о том, что это ведь не противоречит никакому курсу Грузии, о том, что она каким-то образом, пусть через несколько шагов, шаговно вступит, вернется в СНГ. Пускай наблюдателям придет. Но главное, чтобы они были с нами и президент, и премьер-министр, в соответствующих структурах министры участвовали в этом общем процессе. Это же зона интересов Грузии. Еще в начале общения глава государства подчеркнул, замечаний и критики не боится и готов отвечать честно и откровенно на любые вопросы. Лукашенко спрашивали о подготовке к чемпионату мира по хоккею, дифференцированной оплате услуг ЖКХ, оптимизации силовых ведомств и даже о социальном иждивенчестве. Спрашивали президента и о личном, что он подарил сыновьям на Новый год и какое желание загадал под бой курантов. Диалог получился по-настоящему открытым и искренним. Впрочем, как всегда. Уже после большую пресс-конференцию президента, журналисты окрестили диалогом двух властей. За пять часов общения глава государства ответил более чем на полсотни вопросов, которые затем еще долго обсуждали чиновники и бизнесмены, политологи и экономисты, спортсмены и люди от культуры. Беседа получилась не просто максимально открытой, но и интерактивной. А некоторое злободневное вопрос чиновники решили уже на следующий день после пресс-конференции Лукашенко. Вадим Щеглов, Сергей Гусаченко и Максим Кураш. Агентство Тельновостей. Подарок от президента Беларуси получила жительница Тульской глубинки, уроженка Белорусского полесья. В свое время стала соавтором вышедшего после войны сборника «Никогда не забудем». Долгие годы издание было настольной книгой женщины, но однажды потерялась. С просьбой помочь найти переиздание, пенсионерка обратилась в главе белорусского государства. История женщины не осталась незамеченной. Ольга Холодовича о книге ценой в жизнь. Их называли дети войны. Целое поколение мальчишек и девчонок, у которых украли детство. Среди них и маленькая Женя Евстратова. Ее история «Мои мучения» вошла в сборник «Никогда не забудем». Нам казалось, что это сон. Все бежали навстречу и кричали «Наши, наши, ура!». Я рассказала дорогим освободителям, как я отморозила ногу, как умерли мама и маленький братик, как и за что убили отца. С этой книгой уроженка Петриковского района не расставалась никогда. Не тогда, когда жила в Беларуси, не тогда, когда судьба занесла ее в российскую глубинку, в Тульскую область. Здесь Евгения Ивановна много лет работала директором школы. И книгу «Никогда не забудем» использовала для патриотического воспитания молодежи. Как и когда потерялся сборник, пенсионерка уже не помнит. Найти ее у себя в России женщина не смогла. И тогда решила обратиться с просьбой о помощи к белорусскому президенту. Я думаю, напишу я. Не обязательно же ему самому президенту искать книжку. У него же там есть подчинение. Я так и написала. Может, из ваших работников кто-нибудь смог бы мне книжку эту написать, найти. Это письмо из администрации главы государства переслали в Гомельскую областную библиотеку. Сотрудники которой сначала для землячки приготовили один из экземпляров библиотечного фонда. Но когда подробнее познакомились с историей жизни Евгении Воротниковой, то решили сделать женщине подарок – красочное юбилейное издание. Меня просто очень глубоко тронуло письмо этой женщины, ее отношение к своей малой родине, ее отношение к книге, которую она принесла через всю свою жизнь. И, естественно, не откликнуться на эту просьбу я просто не могла. Мне прислали эту книжку сюда. Мои как раз дочки были. Честное слово. Старшая так плакала даже. Мам, смотри, какие у Белоруссии люди. Какие хорошие. Ты посмотри, азычу. Я сама не надеялась. Очень тронута была, что именно нашли эту книгу и прислали. И я думаю, боже мой, какие люди хорошие, какие есть внимательные. Они занимают высокие посты. И все-таки к человеку, который совсем маленький человек, ей такое предпочитать внимание. Скорее всего, у Евгении Ивановны было самое первое издание книги «Никогда не забудем». Тогда ее подарили всем юным соавторам. И сейчас оно уже стало раритетом. С 1948 года эту книгу переиздавали 10 раз. И каждый раз она пользовалась неизменной популярностью у представителей всех поколений. Даже сейчас в главной Гомельской библиотеке в наличии всего 5 экземпляров. Все остальные на руках читают. Кстати, эту книгу Евгения Воротникова получила как раз к Новому году. Библиотекари достойно завершили год книги. А вот ответный подарок вместе с письмом в Гомель пришел как раз в канун калядок. О, посмотри, какой нам подарок прислали. Очень красиво. В ближайшее время с настоящим тульским пряником в библиотеке устроят чаепитие. Ольга Холодович, Александр Мурашкин, агентство теленовостей, Гомель Тула. Эта неделя выдалась метеосложной для Казахстана. На страну обрушились сильные снегопады. Обледенение высоковольтных линий и трансформаторов привело к отключению электричества, воды и газа в сотнях жилых домов. По избежанию аварии пришлось даже закрыть несколько основных автотрасс. В крупнейшем городе Алма-Ата из-за тяжести снега обрушились крыши нескольких зданий. К счастью, обошлось без жертв. Также несколько дней без тепла и электричества провели жители города Тарас. Туда в экстренном режиме направили фуры с продуктами питания и водой. В полном объеме на сегодняшний день мы отправляем 10 тысяч булок хлеба, 2 тонны муки, 2 тонны сахара, 2 тонны риса. Около 10 тонн мы отправляем картошку, лук. Каждому пострадавшему человеку на трое суток продовольствием мы обеспечиваем. А в городе Каратау через час после остановки работы центральной котельной рухнула 60-метровая дымоходная труба. В результате 28-тысячный город остался без света и воды. Сейчас в Казахстане подсчитывается ущерб от урагана. Произошли ряд аварий на линиях электропередач, высоковольтных линий электропередач КИГОК, высоковольтных линий электропередач ЖЭС и внутри городских электрических сетях в городе Каратау и Жанатас. В результате этого практически все потребители отключены, все потребители районов отключены от энергоснабжения. Впрочем, стихия не всегда и не всем приносит вред. В Беларуси, где эта неделя выдалась морозной и снежной, прибыль подсчитывают бизнесмены и владельцы эвакуаторов. Для кого-то зима холод и стужа, для кого-то горячая и денежная пора. Подробности в репортаже Натальи Кузьмецкой. Лопата зимой – самая необходимая вещь в арсенале любого автомобилиста. И не только потому, что это суровая пора года, традиционно снежная, а еще и потому, что в минувшем году всех водителей обеззалей расчищать от снега свои парковочные места. Пока автолюбители орудуют лопатами, продавцы подсчитывают прибыль. В топе самых покупаемых товаров это орудие труда может конкурировать с хлебом, шутят работники торговли. Ценовой диапазон, наверное, от 60 до 200 тысяч. На данный момент можно сравнивать с товарами первой необходимости. Так как сейчас сезон и спрос на данный товар очень увеличился. Чем сильнее ненастье, тем больше зарплата и у эвакуаторщиков. Ведь если железный конь не проявляет признаков жизни, то тут уж никакая лопата не поможет. Скорую автопомощь в морозы эвакуаторщик Олег по 15 раз на дню оказывает. На сегодняшний день, на середину января, средняя стоимость эвакуации легкового автомобиля 300 тысяч. Это если колеса крутятся. Бывает сейчас очень много машин с коробками автоматами. Заклинивает коробка, два колеса уже не крутятся. Погрузка дороже становится, но ориентировочно на 100 тысяч. Без выручки традиционно не остаются продавцы тепла в прямом смысле этого слова. Количество желающих прикупить масляный обогреватель, либо отопительный котел, зимой растет как снежный ком. Тут достаточно просто. Мы его включаем, выключаем и дальше устанавливаем режим работы, температурный режим. То есть, чем больше показатель, тем жарче будет в доме. Но на улицу с собой обогреватель не потащишь. Поэтому к предстоящему морозному сезону интернет-магазины хорошо подготовились. Хитом продаж в этом году стали стельки с подогревом и пультом управления. Размеры разные. Четыре типа размера. По американской системе. С, М, Л, Х, Л. То есть, они подбираются. В то же время стельки могут подрезаться по линии отреза. То есть, можно изменять их размер. Чем сильнее мороз, тем больше денег готовы потратить белорусы, чтобы согреться. Автовладельцы активно закупают аккумуляторы, омыватели и размораживатели. А с прилавков моментально сметается любая вязаная и шерстяная продукция. Наталья Кузьминская, Максим Курош, агентство теленовостей. В Беларуси подорожали сигареты и лекарства. По некоторым позициям разница достигает 20%. Впрочем, что касается сигарет и курения, то с ними власти страны начали серьезную войну. Первым делом на законодательном уровне предложили руководителям компании примировать некурящих сотрудников. А затем ввели запрет на курение во всех поездах внутреннего следования. Что станет следующим шагом сказать сложно, но главное, чтобы это шло на пользу как отдельному человеку, так и экономике в целом. Обзор нашего корреспондента Александра Смирнова прямо сейчас. Призрак пенсии витает в России. Широкое общественное обсуждение получило новость о 35-летнем трудовом стаже. Новация содержится в стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, подписанной премьером Дмитрием Медведевым перед Новым годом. Отныне на полную пенсию может претендовать человек, который отработал как минимум 35 лет. Теоретически на заслуженный отдых можно уйти в 53 года, но при условии, что человек не учился в ВУЗе и не прерывал стаж. Соответственно, самые большие трудности может испытать поколение лихих 90-х, когда работодатели имели возможность вообще не заводить трудовые книжки. Многие россияне имеют перспективу заработать свою пенсию только на восьмом десятке лет. Гипермаркетов не должно быть много. Минторг Беларуси намерен ограничить присутствие крупных торговых сетей. В проект закона о гострегулировании объектов торговли введена норма, согласно которой будут урезать присутствие определенных сетей, если их доля на рынке превышает 30%. Как отметили чиновники министерства, данная норма существует и за рубежом для защиты здоровой конкуренции. Тем временем в Беларуси в последнее время крупные торговые сети стали довольно активно развиваться. Некоторые из них проводят достаточно агрессивную политику. По данным Минторга, сегодня доля крупных торговых сетей в регионах не превышает 20%. Компьютеры подорожают на 10%. В таможенном союзе вводится ввозная пошлина на технику, которая дешевле 3000 долларов. Это решение принято на коллегии Евразийской экономической комиссии. Нововведение касается не портативных персональных компьютеров, включая отдельные виды моноблоков. По мнению законодателей, принятые меры будут способствовать развитию производства ПК в странах таможенного союза. По оценкам экспертов, благодаря дифференциации по стоимости товара, нововведение затрагивает главным образом офисную технику. А ставки таможенных пошлин, например, на серверы, останутся на прежнем уровне. Решение обведения пошлины вступит в силу уже через неделю. Утечка мозгов дошла до уровня правительства. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович предложил оригинальное решение проблемы. Крупному бизнесу будут выплачивать именные стипендии. Таким образом, в правительстве надеются предотвратить отток одаренной молодежи из страны. Премьер-министр заявил, чтобы молодые специалисты и квалифицированные кадры не выезжали из Беларуси, нужны новые инициативы и подходы к обучению. По его словам, предстоит обеспечить тесное взаимодействие образования с производственным сектором. Выплата стипендий ляжет на плечи крупных белорусских предприятий. Крупный российский банк планирует выйти на белорусский рынок. Что это за структура, в бизнес-кругах не уточняется. На данный момент известно, что ее представители ведут переговоры о вхождении в акционерный капитал Белорусского банка малого бизнеса. Россияне готовы единовременно увеличить капитал до 25 миллионов евро. Вероятнее всего, при этом сохранится основной состав акционеров банка. И новый игрок присоединится к ним, внеся некоторые изменения в перечень услуг, отмечают эксперты. В настоящий момент в Беларуси работают шесть банков с превалирующей долей российского капитала и зарегистрированы представительства трех российских финансовых структур. Сэкономить драгоценные минуты и спасти жизнь в Беларуси появится единый регистр трансплантации. Это будет своего рода база данных, в которую попадут не только те, кто нуждается в пересадке органов, но и те, кто стать потенциальным донором категорически не желает. Ксения Рапчинская встретилась с разработчиками единого регистра. В листе ожидания порядка 800 фамилий. Именно столько беларусов сегодня нуждаются в пересадке органов. Сэкономить драгоценные минуты еще до операционной поможет единый регистр трансплантации. В абсолютно новой, как говорят сами разработчики, базе данных будет собрана информация не только о тех, кто нуждается в пересадке органов или уже перенес серьезную операцию, но и о тех, кто стать донором по разным причинам не желает. Единый регистр будет представлять собой базу данных, которые будут охватывать все регионы нашей республики в целях оптимизации анализа и сбора информации о лицах, нуждающихся в трансплантации, лицах, которым уже выполнена трансплантация, а также лицах, которые в установленном законодательством Республики Беларусь порядки заявили о несогласии на забор органов и тканей после их смерти. Такие тоже есть. И это их право, говорят эксперты. Единственное, что требуется в этом случае, заранее написать официальный отказ в поликлинике по месту жительства. Сделать это могут в случае смерти человека также его близкие родственники, за исключением мужа и жены. По умолчанию, если человек не писал заявление, если его родственники не выразили свое несогласие, эти органы трансплантируются. И поверьте, никого это в Австрии не удивляет. Никого это в Береги не удивляет. Никого это там не смущает. Белорусские трансплантологи сегодня выполняют уже те операции, которые еще несколько лет назад делали специалисты только в нескольких клиниках мира. Причем оперируют не только в столице. С недавних пор нет необходимости ехать в Минск пациентам из Бреста и Гомеля. В самой ближайшей перспективе, говорят в Минздраве, проводить трансплантации во всех областных центрах страны. В целом наблюдается рост количества трансплантаций с 25,5 до 29 на 1 миллион населения, что составляет приблизительно 14% больше, чем в 2011 году. Операции по пересадке органов белорусские хирурги делают и иностранцам. В основном это россияне и украинцы. В последнее время к нашим трансплантологам все чаще стали приезжать и пациенты из Израиля, Японии и стран Евросоюза. Но в общем количестве трансплантаций процент иностранцев совсем невелик. И не потому, что желающих нет, а потому что в приоритете белорусы. И это четко прописано в нашем законодательстве. Вся информация из единой базы трансплантации станет доступна белорусским медикам в любой больнице или даже поликлинике уже 20 января. Подобные документы существуют во многих странах мира, однако на постсоветском пространстве это первый такой регистр. Кстати, Беларусь занимает первое место по количеству трансплантаций на душу населения среди стран СНГ. Только в прошлом году нашими медиками было выполнено более 270 таких операций. Ксения Рапчинская, Катерина Берецкая, Григорий Кристофович и Андрей Христин. Агентство теленовостей. А теперь к ситуации, когда качественное предложение рождает большой спрос. Молочные, мясные и другие потребительские товары Беларуси самые популярные на рынках Подмосковья. По словам покупателей, их привлекает состав и цена. Антонина Станкевич и сама оказалась в большой очереди за знаменитой белорусской молочной продукцией. Ни на секунду за день не присесть, признается продавец Марина. Не то, чтобы женщина жалуется, больше покупателей, больше зарплата. Но за рабочий день успеешь устать прилично. В небольшом магазине на обычном подмосковном рынке довольно богатый ассортимент молочной продукции. Но самый большой спрос на белорусские товары. Приходят постоянные клиенты. Мы были на Яузе, работали на Яузе, ярмарка на Яузе, знаете. Мы сюда приехали, они нам лично звонили, нас искали и пришли сюда. Так что уже многолетние покупатели у нас. На ура расходятся белорусские сыры, масло, молоко, сгущёнка. Клиенты в один голос говорят. Привлекает не только цена, но и качество. Натуральное и вкусное так характеризует белорусскую молочную продукцию постоянные покупатели. Цены тоже приятно радуют. Дешевле, чем российская сметана? Да, да. Намного? Да, значит, ощутимо. А по качеству вообще, да. С молока не сделаешь творога. С этого молока сделаешь творога очень хороший. Прилично так. Сметана тоже хорошее. Без крупиночек без всего. Поэтому хорошая продукция. А это уже мясная лавка. Белорусские колбасы – ещё один бренд для среднестатистического покупателя. И всё теми же эпитетами награждают продукцию клиенты. Натуральное, вкусное, качественное. Хвалят зельцы. Зельцы хвалят. Вообще не ругают белорусскую продукцию. Устраивает она. Именно о таком спросе на отечественную продукцию говорил президент Беларуси, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Глава государства отметил, что экспорт сельхозпродукции – стратегическое направление для нашей страны. А в условиях рыночной экономики, когда покупатель голосует рублём, наши производители вполне конкурентоспособны на мировых рынках. Мы должны производить качественную дешёвую продукцию, тогда мы будем конкурировать. По качеству пока вроде к нам претензий нет и в той же России. Почему мы должны уходить из России? Это наш основной рынок, мы не уйдём оттуда. Казахстан покупает определённую продукцию, животноводческую в том числе. Почему оттуда уходить? Нет. Украина много покупает. Мы, наоборот, экспансию экономическую увеличиваем на эти регионы. Если они купят по нормальным ценам, почему не покупать? Судя по тому, что народная тропинка к палатке с белорусскими товарами на обычном подмосковном рынке не зарастает, экспортный потенциал у белорусских производителей большой. Да и городские власти с радостью ждут белорусов с качественными товарами. Мы предоставляем свои площади для тех, кто желает из Белоруссии привезти свою сельскохозяйственную продукцию, торговать прямо на ярмарках, что сразу же освобождает от всех налогов от наших. Вот вам самый главный бонус. Только в прошлом году экспорт продукции агропромышленного комплекса принёс стране около 5 миллиардов долларов чистой прибыли. Белорусскую продукцию покупали не только в России, но и в Украине, Венесуэле, Вьетнаме, Молдове. Всего в 40 странах. Сегодня перед аграриями стоит задача расширять рынки сбыта и наращивать объёмы продаж. Антонина Станкевич, Алексей Чернюк, агентство Теленовостей. Логистика не всегда оказывается законной. Из Бреста в Москву в микроавтобусе перевозили леопарда без необходимых ветеринарных документов. Машину остановили сотрудники ГИБДД в Смоленске для проверки документов. Перевозил животное 75-летний дрессировщик. По словам хозяина, они гастролировали в Белоруссии. За то, что на леопарда не было нужных документов, циркач может заплатить штраф до тысячи российских рублей. А вот у другого питомца, кстати, нашего соотечественника, судьба сложилась более удачно. Уже не первый год попугаи Микеша легально проживают в Канаде. Его хозяева 20 лет назад приехали сюда, на постоянное место жительства из Белоруссии. Возможно, птица передалась их ностальгия по родине, и она каждое утро в душе напевает Беловежскую пущу. ПЕСНЯ И это все, о чем мы успели вам рассказать и показать на этой неделе. В эфире «Беларусь-24» была программа «Таможенный союз». Самые заметные и актуальные новости единого экономического пространства. Наши корреспонденты работают для вас без границ. Встретимся в это же время ровно через 7 дней. Смотрите нас и на сайте беларусь24.by В студии был Евгений Перлин. Удачи, увидимся.